Миром живых и миром мертвых Главный символ праздника – светильник Джека, тыква с зловещей улыбкой. На Хэллоуин принято украшать жилище мистической атрибутикой, наряжаться в жуткие костюмы, шуметь, пугать друг друга страшилками. Особый восторг от этого всего испытывают дети. Играли в веселую игру тритинг по-английски. Это значит, они подходили к дому случайного человека, делали небольшой номер, могли спеть, могли станцевать. Могли просто что-то смешное рассказать. И если человеку понравилось, то он кладет в мешочек, в сумку, в корзинку конфеты, сладости. Если не понравилось и он не положил, то в будущем где-то 2-3 дня будут пакости делать, потому что переводится это как раз сладость или гадость. Шумное празднование Хэллоуина в нашей стране не очень распространено. А вот тематические вечеринки набирают все большую популярность. Уже не первый год ребята из Трехгорки устраивают настоящий мистический мастер-класс по лепке из глины. Это просто клевый праздник. Такой, в общем-то, Новый год по сути. Ну, 8 марта это не то, но Новый год еще как-то. Но этот праздник, он просто такой очень эмоциональный, праздничный. Дети его ждут. Это просто повод немного скреативить, показать себя, придумать. Опять же, мы каждый раз придумываем, что у нас тут будет в мастерской. Как-то это украшаем. Это очень круто. И это просто повод встретиться, пообщаться, сделать какие-то интересные тематические штуки. Например, глиняную маску смерти – мексиканский символ почитания предков. Но обязательно яркую и веселую. Ведь главное в этот день не пугать друг друга, а веселиться, общаться и угощать друзей и близких сладостями. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».